Всем привет! Меня зовут Леся и это канал Вязание. И сегодня у нас видео, как мои вязальные дела. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. Начну с готовых работ и начну, пожалуй, с самой эпической и долгожданной работы. Это платье из пряжи YarnArt. Если вы давно меня смотрите, то вы знаете историю этого платья. Это платье вязалось из-за того, что у меня было очень много запросов по поводу моего праздничного топа. Я вязала из этой же пряжи бежевый топ. Было очень много просьб сделать мастер-класс, но поскольку мне второй топ не нужен, я решила связать платье, но немножечко изменила модель. И знаете, это платье мне далось непросто. Возможно, вы уже видели на него мастер-класс. Сейчас в мастер-классе я опустила все трудности и эмоции, потому что, мне кажется, в мастер-классе это ни к чему. Но здесь, в этом видео о процессах и готовых работах я вам покажу. Я вам покажу, как оно выглядит на мне. И покажу его здесь, в видео. Оно, естественно, струящееся, как эта пряжа, собственно. Очень специфичное. У меня в том мастер-классе многие спрашивали, какую я могу пляжу подсказать из аналогов. Я уже говорила, что аналогов именно этой пряжи я не видела, потому что она очень тяжелая. У нее есть ощущение, что она вот как мишура. Она сниспадает, драпируется очень красиво. Я просто не знаю, какая пряжа еще драпируется именно так. Многие спрашивали, является ли аналогом Ализе Дива. Нет. При всей моей любви к Ализе Дива, она вот так вот именно себя не ведет. Это смотрится вообще супер необычно. Но при этом, наверное, я в ближайшее время из этой пряжи вязать не буду, потому что пряжа непростая в процессе. И давайте я вам сейчас расскажу подробности. Первое, что я сделала, это я вязала это платье более мелким размером спиц, чем я вязала топ. Топ я, по-моему, вязала 4,5, а платье 4. И я это почувствовала в итоге, что оно несколько плотнее. И еще я до сих пор не могу понять, в чем дело. Но на ощупь все-таки две эти вещи разные. Если топ у меня нереально вообще тянется, он такой мягкий, примягкий, у платья такого эффекта нет. Я думаю еще его постирать с кондиционером. Потом скажу вам, сработало или не сработало. Но пока какой-то он немножко другой на ощупь. Не знаю, от чего это зависит. Возможно, это зависит от оттенка. И конкретно вот эту пряжу я брала в магазине Indigo Ship. Там же, где есть слонимскую пряжу. И там можно взять эту пряжу на заказ. Выбрать оттенок. Ну и, по-моему, какие-то цвета у них есть в наличии. А теперь о трудностях. Я вязала очень-очень торопилась. И при этом, как назло, многие факторы складывались так, что препятствовали быстрейшему завершению процесса. Во-первых, это не самая дорогая пряжа, не самая качественная. И у меня в моточках было полно кончиков, обрывов нити. Наверное, в каждом моточке был как минимум один обрыв нити, а то и несколько. И это очень сильно раздражает. Особенно, если учесть, что в этой пряже очень-очень сложно работать с кончиками. И я до сих пор не придумала никакого способа, кроме того, чтобы фиксировать суперклеем. Потому что, как я уже говорила в мастер-классе, это натуральный материал. Вискоза натуральная. Она не запаивается зажигалкой. Она просто сгорает. И никак невозможно зафиксировать этот кончик ничем. Пробовала и иголочкой, и крючком. У меня ничего не получилось. Возможно, получится у вас. Поэтому приходится только клеем. И вы представляете, каждый новый кончик, это менее трагедия. Особенно, когда в моточке их появлялось несколько. А один моточек у меня был вообще, видать, неправильное хранение. Или что он у меня был прогнивший. То есть, там было небольшое пятнышко, которое я потом поняла уже, то ли это плесень, то ли это что. Непонятная вещь. Я попробовала вам вставить видео с телефона. Но напоминала именно гниение. И поскольку оно было само маленькое, но проходило достаточно глубоко, получается достаточно много нитки. И мне пришлось выкинуть из этого моточка. Но это еще полбеды. Я так торопилась, что когда довязала платье, я решила, что я его сейчас быстренько постираю. А уже потом заправлю кончики. Это было крайне безответственно. Такое иногда срабатывало у меня раньше, если я вязала из шерсти. Я, например, на утро хотела уже эту шапку надеть, но сил уже не было заправлять кончики. Тогда у меня бывало, я эту шапку постираю, на утром уже сухая готова, быстренько кончики заправила и надела. Но здесь это была роковая ошибка. Потому что при намокании эти кончики начинают распускаться просто мгновенно. Они не так-то распускаются очень легко. То есть такая пряжа, за кончик стянешь этой нитки, и она распускается у вас как капроновый чулок. Но когда я начала стирать, у меня все кончики поползли. И знаете, как часто бывает стирать изделия, его же нельзя скручивать. И поэтому я его оставляю где-то в ванне или в раковине немножечко постекать. То есть отжимаю и немножечко даю стекать. Но эта пряжа темного цвета очень сильно линяет. То есть когда я ее стирала, я видела, что очень много было красной, прям очень ярко-красной воды. Не обратила на это особого внимания. Подумала, ну не страшно, ну линяет так линяет. У меня же здесь нет стыкования с другими оттенками. Что вы думаете, видать, за те несколько минут, что у меня вот так вот в раковине платье полежало, те слои, которые касались раковины, они сильнее окрасились вот в эту стекающую воду. Я распрямила платье, стала его сушить. А знаете, при намокании пряжа становится намного темнее, почти черная. Поэтому этих разводов не было видно. И на пряжа сохнет долго, то есть где-то 3 дня, наверное, платье сохло. И на второй, по-моему, день я заметила эти красные разводы. Но я поняла, знаете, я была в шоке, потому что я поняла, что надо пилистировать срочно, иначе потом эти разводы не оттираются. Но с другой стороны, я понимала, что если я опять начну стирать, то у меня вот эти вот кончики, которые и так уже практически все распоролись, начнут распарываться еще дальше, и у меня поползет все изделие. Я почувствовала себя такой непутевой, думаю, ну почему, ну почему нельзя было сделать как положено, заправить вначале кончики, потом постирать изделие. У вас такое бывало? В общем, 10 раз себя поругала, перестирала платье еще раз. И в некоторых местах я уже буквально спасала ниточку, потому что она распарывалась до самого корешка. Ну, кое-как платье было завершено. Оно оказалось не таким тянущимся, не таким широким, как я планировала. Но в любом случае оно тянется очень сильно, как вы можете заметить. Но когда я надеваю его на себя, под своей тяжестью выглядит так, как будто бы оно вообще облегающее. Хотя оно далеко не облегающее, даже вот если его не растягивать, а просто ко мне приложить, оно вот, посмотрите, оно будет сильно-сильно шире меня. Но под собственным весом, да я думаю, даже так видно, вот я его сейчас подниму, видите, оно становится совсем узким. И это не потому, что резинка стягивает, хотя и она тоже, это потому, что под собственным весом. Вот видите, вот так я разворачиваю, какое оно широкое. И вертикально, какое оно тут же узкое становится. Вот, это, пожалуй, вся эпопея с этой пряжей. Но при этом эффект, конечно, восхитительный. А еще такой момент. Эта пряжа достаточно прозрачная. Как я уже говорила, опять же, в мастер-классе в топе, это не так заметно, потому что просто вы надеваете бежевый бюстгальтер. Но в платье это заметно намного сильнее, потому что, ну, просто на просвет, даже в комнате видно силуэт будет ваших ног. Поэтому я собираюсь заказать к нему комбинацию. А на кадрах для мастер-класса я пыталась как-то так встать, чтобы не было слишком прозрачно. Я думаю, я с этим платьем сделаю какую-нибудь фотосессию, когда придет комбинация под низ, чтобы вы смогли его разглядеть в полной красе. Потому что так, мне кажется, непонятно, насколько оно хорошо. Много я наболтала про платье. Давайте дальше. Три детские вещички я закончила, небольшие. Я вам показывала уже, как я начинала детскую сумочку. Просто хлопковая. Тут вообще нет ничего особенного. Мне стало нравиться наряжать девчонку свою. Просто, знаете, как какую-то куклу. Я теперь ей вяжу много таких милых вещичек. Тут панамочка. Панамочка у меня из хлопка. Что же это у меня? Вита. Роуз. Вита роуз. И здесь такую ленточку я вставила розовенькую. Тоже ничего особенного. И топ. Я его начинала вязать как платье. Тут еще не заправленные кончики. Потому что я не знаю, довязывать ли не или не довязывать. Планировала платье. Получился в итоге топ. Потому что я извязывала остатки. Это пряжа Ализа Дива, которая мне так сильно понравилась. Получилось достаточно симпатично. Вот этот верх крючком. А ниже полотно уже спицами. Мне очень нравится такое сочетание. Но я хотела все-таки изначально платье, а не топ. И как-то была в магазине. Глаз у меня упал на эту пряжу. Я решила. А почему бы мне не докупить моточек вот этого цвета. И довязать все-таки до платья. Чтобы было платьишко. Ну и естественно я взяла пряжу на глаз. И я ошиблась с цветом. И у меня этот синий намного темнее, чем синий, который у меня есть в платье. И это достаточно комичная ситуация. Учитывая то, что я вязала этот топ из остатков пряжи. Ну дабы спасти эти остатки. При этом докупила целый моток. Еще не того цвета. У вас так бывало? У меня вообще этот выпуск наполнен парадоксами. Не умелой вязальщицы. Но такие забавные вещи случаются. Я не особенно расстроилась. Потому что, как я уже говорила, в эту пряжу я влюбилась. Мне кажется, я буду еще очень много вязать из этой пряжи. Буду ее докупать. Но вот такая забавная вещица случилась со мной. Из готовых работ еще хотела показать вам сумку. Помните, я во влоге вам показывала, что начала вязать сумку. Но здесь я не очень довольна результатом. Во многом из-за пряжи. Я вязала из пряжи Камтекс. Она с таким легким блеском, с люрексом. И для спиц, наверное, было бы нормально. Но для крючка мне не понравилось совсем. Она постоянно расслабилась. И эффект от нее был не совсем тот. Точнее, совсем не тот, который я хотела. В итоге, несмотря на то, что я снимала мастер-класс на эту сумку, я сейчас думаю, этот мастер-класс не выкладывать. Потому что получилось у меня как ерунда. Сумку я при этом ношу. Она у меня наполнена моими вещами. Получилось что-то вот такое. Я ее ношу просто как пакет. Это очень удобно. Мне вообще нравится концепция авосьев, когда это не основная сумка, а, знаете, как дополнительная. Ну, не зря она так называет, авоська, когда кидаешь этот маленький комочек в сумочку, и вместо пакета, если тебе понадобилось что-то нести, бросаешь в эту авоську. Намного эстетичнее выглядит, чем пакет. Но как отдельная сумка, я не знаю. Сейчас-то, конечно, тренд, но впоследствии не уверена, насколько это актуально. Но вместо пакета, по-моему, это идеально. Я хочу осуществить все-таки свою изначальную задумку и с другой пряжей уже связать то, что я хотела. Но и эту сумку я, в принципе, сношу, потому что я ее уже ношу очень часто, практически каждый день. И себестоимость у нее была как-то смешная, потому что моток 200 грамм стоил, по-моему, 100 рублей, что ли. Ну, то есть, эта сумка у меня, по-моему, в 200 рублей вышла, но если не считать затраченного времени. Поэтому я, конечно, сношу, но совсем не то, что я хотела. Хотя вот сейчас я смотрю на камеру, смотрится вроде симпатично даже. Но я ожидала несколько другого эффекта. Благо, современная мода очень лояльна к такому фасону. Но я думаю, та же самая Vita Coco или Vita Rose намного больше подошла бы для сумки. Теперь покажу вам свой разноцветный пестрый джемпер из слонимской пряжи. Он у меня практически завершен. Помните, у меня оставалось только вышивку к нему сделать. И вышивка у меня практически завершена. Тут я вязала тукана, у него там хвостик остался. И еще я думала листик примерно вот такой связать. Но не уверена, буду вышивать листик или нет. И хотя получается именно то, что я изначально и хотела, но как я вам уже говорила, у меня было очень яркое настроение, когда я придумывала этот джемпер. Сейчас меня такое яркое настроение подотпустило, потому что вообще мне не свойственны такие яркие цвета. И вот я думаю, я скоро его закончу. Обязательно сниму, если не мастер-класс, то просто как я вязала этот джемпер, ну и схему вышивки вам обязательно оставлю. Но вот носить, наверное, буду ждать следующей весны и следующего наплыва озорного настроения, потому что на данный момент не представляю даже, как носить такую яркую вещь. И закончить хочу сегодняшнее видео пряжей, которую мне недавно прислали. Со мной связался магазин Небабушка. Может, вы слышали о таком, я раньше никогда не слышала. И они предложили мне прислать пряжу на обзор. И я выбрала невероятный просто махер. Это махер на шелке. Я из такого материала не вязала никогда. Приходит это вот в такой обалденной коробке. Я не знаю, это потому что я блогер, мне так пришло. Но если они всем так присылают пряжу, то это, конечно, очень-очень приятно. И здесь распаковываешь коробочку и вот эти потрясающие моточки. Пряжа, конечно, далеко не бюджетная. Может, потому у нее и такое люксовое оформление. Я связала небольшой образец. Такой потрясающий голубой оттенок. Вот так выглядит. Это достаточно популярная пряжа, если мы говорим о махере на шелке. Девочки, ну, конечно, так сильно кид махер на шелке отличается от всего этого махера, из которого я вязала раньше. Да, я понимаю, это всего лишь образец, это еще не готовое изделие, но уже небо и земля. И у меня есть в голове две идеи по реализации этого проекта. Один более такой стандартный, это просто связать классический джемпер или свитер, под который надевать какой-то белый топ. Ну и второе, знаете, такой более экспериментальный вариант, сделать такую кофту с запахом, с бантом. Но вот знаете, когда держишь в руках такую хорошую пряжу, понимаешь, что если просто лицевыми петлями, лицевой гладью связать очень какую-то простую вещь, уже благодаря сырью качественному будет добротная вещь, и может быть не стоит рисковать с каким-то невероятным дизайном, потому что тем более это махер. И хотя теоретически его можно перевязать и распустить, но получится уже совсем другого качества нить, хотя я видела там мастер-классы в интернете, как такую пряжу безболезненно распустить, но мне кажется, это справедливо для каких-то небольших участков, а полностью вещи из махера перевязывать и распускать, наверное, это издевательство над ниткой. Вот и не знаю, экспериментировать, тогда это будет что-то более интересное для канала, или все-таки сделать беспроигрышный вариант, вещи, которые я буду точно с удовольствием носить. Но тактильно я получаю невероятное удовольствие, даже просто трогая этот образец. Вот такие были новости на сегодня, если я ничего не забыла, думаю, впереди у нас много интересного ближе к осени, а я благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok